Очень много людей рекомендуют читать много книг. Я не знаю, каким образом, если ты читаешь очень много книг, ты сможешь очень красочно рассказывать истории, потому что вы знаете, что тренируешь, то и получаешь. Если я читаю много книг, я тренируюсь в прочтении много книг. Если я тренируюсь прокачиваться в рассказывании истории, то я начинаю красочно и интересно рассказывать истории. Поэтому совет, читай много книг, к сожалению, не работает. Кто-то может мне сказать, Дима, надо не просто читать книги, надо потом эти книги пересказывать. Да, это уже лучше, потому что когда вы начинаете пересказывать, значит вы что? Вы тренируете пересказ книги. Соответственно, тогда вы в этом деле прокачаетесь. Но опять же, это будет просто банально пересказ книги. Опять же, кто-то может мне сказать, Дима, не перескази дело, а в том, что какой-то момент из книги можно взять, запомнить его и пересказать красочно, а может быть слово в слово, как в книге. И это уже лучше, да, потому что если вы возьмете правильный момент, и там будут соблюдены обязательные условия, которые нужно применять при рассказе истории, то в этом случае, возможно, вы прокачаетесь в рассказывании истории. Но это слишком геморрно. Я дам вам намного проще методику, как рассказывать истории. Эта методика позволит вам, ну, если вы будете тренироваться каждый день и периодично все-таки и в реальном общении включать эту технику, то вы действительно сможете более ярко и круто, выраженно рассказывать эти истории. Методика. В истории должны быть соблюдены обязательные условия. Первое условие. В каком времени вы рассказываете? Можно рассказывать события из прошлого. Я ходил в магазин и купил там хлеб. Вы можете начать историю именно так. И все-таки постепенно вы время переключаете на настоящее. Начали с прошлого. Я пошел в магазин, чтобы купить хлеб. И там я встретил Михаила. И вот мы с ним стоим и разговариваем. Вы начинаете говорить уже от настоящего момента. Далее, следующий пункт, второй пункт, который тоже нужно включать в истории. Это, как сказать, это же модальности, да, называется? Давайте по-другому скажу. То, что вы видите, то, что вы слышите, то, что вы чувствуете телом, то, что вы чувствуете эмоциями и то, что вы думаете. То есть, как минимум, два пункта, из которых я сейчас перечислил, вы в историю включаете. И вот мы с ним стоим и разговариваем. А в этот момент мне приходят мысли, а может быть, я все-таки еще и не купил хлеб. То есть, вы включаете мыслительный процесс, да? Помимо этого, вы можете еще добавить. Я чувствую тревогу, потому что если я сейчас не куплю хлеб, то дома меня очень хорошо отшлепают. Суть одна, что вы включаете в историю ощущения, да, какие-то ощущения, которые происходят с вами. То, что вы видите, то, что вы слышите, то, что вы чувствуете телом, эмоции и так далее. Давайте все-таки несколько примеров, чтобы вы поняли, как это все работает именно в плане то, что чувствую, да, вижу и так далее. Как это использовать в историях? Допустим, я вышел на улицу и вижу, как зелень, да, зелень везде на деревьях, и мне так хорошо от этого становится. Что я использовал? Я увидел, я почувствовал, да, мне хорошо становится. И я слышу пение птиц, и как ветер завывает, да, то есть я слышу. И я подумал, блин, как же все-таки хорошо, что в наш город пришло лето. Да, опять же, я думаю, да. И так легко во всем теле, так свободно, потому что у меня нет этой тяжелой одежды, нет этой шапки, нет этой большой шубы на мне. И медведя я своего наконец-то уже оставил в своем загоне. То есть вы еще и сказали, что ваше тело, да, свободно. Не знаю, вот сейчас, в данный момент, кто-то из вас должен был точно испытать ощущение, которое я передал вам, да. Испытали? Ну хоть чуть-чуть испытали. Ну, ваша задача в любом случае в этом тренироваться и, опять же, играть эмоции в этот момент. Я чувствую лето. Да, сыграйте. Нет задачи испытывать. Но если испытываете, то же хорошо. Но сыграйте. Так еще больше вы усилите эту историю. Когда вы включаете себя в эту историю, да, то, что вы переживаете, то, что вы чувствуете, автоматически ваш собеседник начинает это испытывать тоже. Может быть, не так ярко выражено, как вы, но он начинает это испытывать. Далее, следующее. Это ваши эмоции. Когда вы рассказываете эмоции, не говорите, и вот я пошел в магазин, и там я встретил Михаила, и Михаил мне начал рассказывать историю, да. Тон голоса. Ничего нет, ничего не испытываете. Вы просто рассказываете. Вы как Википедия. Никому не интересно слушать такое. Сразу хочется уснуть. Вы же встречали лекторов, может быть, каких-нибудь там в академиях, может быть, в университетах. Хочется, хочется спать, потому что монотонность. Поэтому вам нужно включать эмоции. Ваша задача не испытывать в этот момент эмоцию. Не нужно это делать. Вам нужно эту эмоцию сыграть, потому что вы в этот момент рассказываете историю. И как сыграть эмоцию, как прокачиваться, чтобы сыграть эмоцию, вы уже можете посмотреть на моем канале. Видео есть. Ну и последний пункт. Это роли. Играть роли. Что это значит? Одно дело играть эмоции. Это когда вы что-то передаете, да, с помощью вот именно состояния радости, может быть, страха, неважно. А роли, это когда вы притворяетесь кем-то. То есть вы, например, сегодня грустняш. Играете роль, да, играете роль такого очень грустного. Онегина-Достоевского. Все очень плохо. И вы можете рассказывать историю не только о себе. Вы можете рассказывать историю от других лиц. В этом суть игры именно ролей. От других лиц вы можете, например, вспомнить, что вы видели сегодня в фильме. И вы можете сыграть именно эту роль. Да, попробовать ее передать. Не надо быть стопроцентным. Да, попадание не должно быть максимально. Вы просто усиливаете историю с помощью этого. Это один из важных пунктов. Не нужно стараться. Если вы будете тренироваться постепенно, ваше тело, ваши привычки, которые вы сейчас прокачиваете, все, что я вам дал, все наработки, которые вы прокачиваете, постепенно они будут включаться сами. Не старайтесь. Потому что если слишком вы сильно будете стараться, если вы хотите, чтобы было все идеально, вы будете молчать. Вы не будете рассказывать истории. Давайте все вместе подытожим. Первое. Я все забыл. Первое. Историю лучше рассказывать в настоящем моменте. Можно начать с момента прошлого, но постепенно происходит переход на настоящий момент. Второе. Вам нужно показывать чувствую. Слышу, вижу, ощущаю телом, думаю. Следующее. Третье. Это ваши эмоции. Играйте эмоции. Четвертое. Играйте роли. Пятое. Не нужно слишком сильно стараться, потому что вы не будете рассказывать истории вообще. Потому что вы хотите быть идеальным, да, хотите очень классно, идеально рассказать. И ваше тело, ваш мозг будет блокировать это, потому что вы не справитесь. Для мозга это слишком тяжело. Ну и может быть еще бы один пункт я бы добавил, но не как основной, но как дополнительный. Тренировка. Без тренировки у вас ничего не получится. Сейчас вы посмотрели это видео и сказали, да, Дима, спасибо, я все понял, осознал. Теперь я буду классно отжигать по историям. Я же посмотрел твое видео, все получится. Нет, ребята, так не получится. Вам нужно будет каждый день тренироваться. И как тренироваться? Берете любое событие из вашей жизни. Это может быть из прошлого. Это может быть сегодня уже произошло. Это может быть слишком давно произошло. Не важно. Событие, они должны быть максимально каким-то потрясающим, глобальным. Например, вы сегодня сходили за хлебом, и вы можете именно тренироваться рассказывать эту историю. Вы должны соблюдать все пункты, которые я вам перечислил. Достаточно 5 минут в день. Каждый день без пропусков. Как минимум 5 минут в день. На протяжении от двух недель до месяца, а можно больше. Чем больше вы будете тренироваться рассказывать историю, тем круче вы начнете их применять уже в жизни. И на этом все. В общем, сел в машину, и настроение было такое, слишком рутинное, я бы так даже сказал. И вот я уже заезжаю во двор, и вижу зелень. Люди медленно, не спеша идут, потому что не холодно. Я понимаю, что весна же пришла. Теплой погодой, с запахами, совсем другими запахами, не как зимой. И так становится хорошо на душе. Так спокойно. Субтитры сделал DimaTorzok